Сидели внизу, телевизор смотрели, разговаривали. Ну и я услышала, как треск какой-то. Непонятно даже, где, что. Частный дом загорелся во второй половине дня. В нем были только две пенсионерки. Когда услышали характерный треск, второй этаж уже полыхал. Только сказала, мы горим. Весь дом огни. Я был на работе на 300 километров. Приехал в 11-м часу уже сюда. Дома нет. Несколько дней семья из шести человек, в том числе маленький ребенок и 85-летняя бабушка ютились во дворе сгоревшего дома. Первое время жили здесь, в бане у нас небольшая и в гараже. Селили матрасы, все, что осталось, сгорело. Спали на полу. Маленький ребенок, молодая семья и супруга. Вещи все сгорели, спасти успели только документы. Денег на съемную квартиру у семьи нет. Предоставить временное жилье попросили городскую администрацию. И там предложили здание неработающего магазина. Отказались и со временем все же смогли снять дом. Но глава семьи свое сгоревшее жилье не бросает. Так и живет во дворе. На этой неделе в администрации Батайска появилась информация о выделенной помощи. В списке оплата детского сада, постельные принадлежности, цифровой телевизор с приставкой, шкаф для одежды, тумбочка и диван. Собрано более 70 тысяч рублей. Еще столько же обещают выделить из бюджета. Но погорельцы об этой помощи еще не знают. Пока семья получила порядка 20 тысяч рублей, постельные принадлежности и металлические трубы. По профессии Николай Строитель сейчас возводит дом для детей-сирот в Донском микрорайоне Новочеркасска. Восстановил бы и свой. Помогли бы со стройматериалом. Инна Панфилова, Юрий Санкин, Дон-24, Батайск.